С главными событиями этого дня в студии Валентина Чибичек. До 1 сентября 2017 года будет ликвидирована школа-сад в деревне Макарова. Такое решение сегодня на сессии приняли депутаты окружного собрания. На сегодняшний день детский сад посещают всего 4 ребенка в возрасте до 3 лет, а обучающихся в начальной школе и вовсе нет. Всего парламентарии рассмотрели 18 вопросов. Вопрос о ликвидации начальной школы сада в Макарова прошел не одно обсуждение, в том числе и с жителями деревни. С сокращением числа детей, посещающих образовательное учреждение, его содержание стало нецелесообразным. По состоянию на 1 декабря 2016 года дошкольную группу посещают 4 воспитанника. Обучающиеся 1-4 классов отсутствуют. Все воспитанники 2014-2015 годов рождения, то есть в возрасте до 3 лет. На сегодняшний день в учреждении фактически работают 10 человек. Работники образовательной организации в большинстве своем являются получателями страхового пенсии по старости или достигнут пенсионного возраста в ближайшее время. При сокращении сотрудникам будут предоставлены все гарантии и компенсации, предусмотренные законодательством в сфере труда. В рамках окружного закона родители воспитанников детского сада будут получать ежемесячную компенсационную социальную выплату. Необходимые средства предусмотрены в бюджете региона на 2017 год. В целом казна региона будет дефицитной, поэтому меры социальной поддержки приобретут еще более яркий адресный характер, а некоторые социальные выплаты будут приостановлены. Меры социальной поддержки в виде ежемесячной компенсации абонентской паты за пользование квартирным телефоном как дублирующую норму. Также предлагается перестановить норму, устанавливающую право на получение субсидий на приобретение строительства живой площади и субсидий на приобретение транспорта. При этом в рамках высвободившихся средств предлагается увеличить размер вознаграждения за труд приемных родителей с 3866 рублей до 4777 рублей, что с учетом районного коэффициента и процентной набавки за работу в районах Крайнего Севера составит 12 400 рублей. Еще один законопроект, принятый сегодня в первом чтении, касается северян, работающих и проживающих на селе. Они будут получать фиксированную денежную выплату по оплате жилого помещения, вместо предоставляемых в настоящее время за счет средств окружного бюджета, дополнительных мер социальной поддержки по возмещению расходов по плате за пользование жилым помещением. Еще один законопроект, вынесенный на рассмотрение сессии, был разработан по обращениям группы граждан. Он касался доплат к страховой части пенсии, к пенсии за выслугу лет, лицам, замещающим должности муниципальной службы в Ненецком округе. Законопроектам предлагается установить, что по решению соответствующей комиссии указанный стаж могут быть зачтены не только периоды замещения отдельных должностей в организациях, расположенных в округе, но и периоды замещения отдельных должностей в учреждениях и организациях, расположенных в Архангельской области, но только при условии, что факт замещения таких должностей имел место до 12 декабря 1993 года. Поддержку депутатского корпуса предлагаемый законопроект не нашел. Большинство парламентариев от принятия решения воздержались. С таким же процентом завершилось и голосование по законопроекту, которым предлагалось участникам боевых действий и вооруженных конфликтов выплачивать из бюджета округа часть процентов по жилищному кредиту, взятому под 5% годовых. Валентина Чибичек, Вадим Носкин, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Заканчивается общественное обсуждение двух законопроектов Ненецкого округа. Они размещены на официальном сайте Собрания депутатов. Законопроекты внесены администрацией округа с учетом текущей экономической ситуации, характеризующейся резким снижением доходной части окружного бюджета. Один из законопроектов предусматривает внесение изменений в окружной закон о поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в Ненецком округе. В соответствии с предлагаемыми поправками новогодние подарки будут предоставляться только детям, обучающимся в дошкольных образовательных организациях округа и ученикам начальных классов. Второй документ о внесении изменений в отдельные законы Ненецкого округа предусматривает целый ряд изменений. В том числе затрагиваются выплаты многодетным семьям, вводятся критерии нуждаемости по среднедушевому доходу. Также предлагается в 2017 году продлить приостановление досрочной окружной пенсии в размере 8 тысяч рублей, проживающим в населенных пунктах округа работникам образования. Предусмотрено приостановление до 1 января 2018 года отдельных ежемесячных компенсационных денежных выплат гражданам по ряду мер соцподдержки. Порядка 50% детей Ненецкого округа смогут получать дополнительное образование бесплатно. Это одаренные перспективные дети и дети из числа льготных категорий граждан. Для остальных обучающихся с 1 января 2017 года кружки и секции будут платными. Однако полную стоимость родителям платить не придется. Львиную долю расходов взял на себя окружной бюджет. О реформе в системе дополнительного образования на пресс-конференции, которая прошла в нашей студии, рассказали советник губернатора Илья Иванкин и исполняющий обязанности руководителя департамента образования Лина Гущина. Повысить охват детей дополнительным образованием с 40 до 75%. Такую цель ставит департамент образования, культуры и спорта Ненецкого округа на 2017 и последующие годы. Мы выявили такую ситуацию, что у нас зачастую дети могут посещать, некоторые активные дети, у которых активные родители, мы понимаем, что они бывают по три, некоторые даже по пять различных направлений кружковой работы посещают. Но фактически охват детьми, именно если брать соотношение, сколько у нас детей, и именно выявили соотношение, кто эти дети, у нас охват состоял в 40%. Именно этим профильный департамент объясняет переход дополнительного образования на платную основу. Но платить за кружки и секции будут не все обучающиеся. А дарённых и перспективных детей включат в госзадание, и они смогут получать дополнительное образование бесплатно. Такие же условия будут распространяться и на детей из малообеспеченных семей, если среднедушевой доход на каждого члена семьи меньше 18 900 рублей в месяц. Стоит отметить, что получать образование бесплатно можно только по одному направлению. В разных учреждениях будут порядки приёма различные. То есть, если для музыкальной школы мы определяем, что это предпрофессиональное направление, оно в госзадании, все общеобразовательные будут на условиях софинансирования. Если это спортивная направленность, то там уже есть критерии малообеспеченности. То есть, просто порядки приёма в разных учреждениях различны. То есть, на каких условиях. Поэтому здесь позиция разная. Дети, не вошедшие в госзадание, без поддержки округа не останутся. Для них будут действовать условия софинансирования. То есть, 20% стоимости кружка платит родитель, 80% – округ. На сегодня самые дорогие услуги в музыкальных школах и некоторых спортивных секциях. Самые бюджетные – в домах детского творчества. Кроме введения платных занятий, учреждения доп. образования ждёт реструктуризация. Она направлена на сокращение административного персонала и повышение эффективности деятельности организации. Мы сейчас встречаемся со всеми директорами образовательных учреждений дополнительного образования Нинистского автономного округа. Например, в одном из учреждений штатная численность 18 человек. Из них педагогов только трое. И вы должны понимать, что только три педагога из этих 18 человек оказывают услугу, непосредственно работают с детьми. Все остальные, они просто-напросто обеспечивают их деятельность. Но понятно, что это чересчур перекос, потому что всё-таки основных работников в учреждениях образования, а именно педагогов, преподавателей должно быть больше, чем обслуживающего персонала. В результате реструктуризации организационно-правовую форму сменят следующие учреждения. В спорткомплексы «Норд», «Лидер» и «Старт» объединяются в одно учреждение. Слияние ждёт детские школы искусств, посёлка Искатели и Наринмара, а также поселковый дом детского творчества и ДЮС США посёлка Искателей. Городской дом детского творчества станет структурным подразделением школы имени Антона Пырерки, в здании которого сегодня располагается учреждение. Для родителей, для детей никаких изменений в части оказания услуг не произойдёт. То есть на тех площадях, на которых получали услуги дети, с теми тренерским составом, да, мы понимаем, что по максимуму эта вся позиция будет отработана, вот так же будут дети и продолжать работать. Будут заключаться договора с родителями на оказание услуг, если в госзадании, то, понятно, бесплатных, если в рамках софинансирования, значит, в рамках софинансирования. Сегодня в учреждениях идёт подготовительная работа, в том числе мониторинг востребованных и не очень направлений. Причём отбор делают сами дети и их родители. Непопулярные направления будут перепрофилировать или закрывать. Итогом больших преобразований, по мнению департамента, должен стать охват дополнительным образованием в 75%. Новые возможности для безопасности региона На Ринмаре тестируют современную систему оповещения. Она позволит предупредить о возникновении чрезвычайной ситуации более 30% населения региона. Всесторонняя подготовка к Новому году и Рождеству. Антитеррористическая комиссия региона проверила готовность организации к большим праздникам. В Ненецком округе проходит опытная эксплуатация системы автоматизированного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Нажатием всего одной кнопки включается сирена и речевое сообщение, которое услышат и в городе, и в посёлке Искателей. На апробации тревожной кнопки побывала наша съёмочная группа. Внимание! В случае необходимости оперативный дежурный сможет запустить со своего рабочего места голосовое сообщение населения, предупреждающее о возникновении какой-то опасности, а также предупредительный звук сирены. Также с автоматизированного рабочего места может быть передана прямая речь оперативного дежурного через микрофон в режиме реального времени, что позволит населению донести своевременно правильную информацию об необходимости действий. Создание именно таких автоматизированных систем оповещения – одно из главных мероприятий по защите населения. В связи с этим ещё в 2012 году администрации Заполярного района было принято решение о создании муниципальной системы оповещения на территории района. Начать решили с рабочего посёлка Искателей. Строительство данной системы оповещения на территории Искателей позволит охватить оповещением более 33% населения Заполярного района. В перспективных планах администрации Заполярного района предусмотрена также дальнейшая строительство системы оповещения поэтапной в сельских населённых пунктах. Система, установленная в посёлке Искателей, состоит из 11 точек громкоговорящего оповещения, построенных на базе современных высокотехнологичных блоков с цифровой архитектурой. Система покрывает абсолютно всю территорию рабочего посёлка. Это подтверждается как расчётными данными, так и объездами, проведёнными в результате работы. Впервые система, построенная в посёлке Искателей, является одной из самых современных местных автоматизированных систем централизованного оповещения в России. В ней применены последние разработки, такие как интеграция существующего оборудования, которое установлено у заказчика ещё с прошлого века, так и добавление современных компактных цифровых устройств. И, что немаловажно, данное оборудование и программное обеспечение производится в России в рамках программы импортозамещения. Накануне новую установку проверил специалист из Санкт-Петербурга Николай Ручнов. По его словам, на данный момент всё проходит в штатном режиме. То, что работы выполнены, можно сказать, что они выполнены на хорошо. Мы послушали звучание и передачу речевого сообщения на одной точке, только в рабочем посёлке Искателей. Если, как говорится, так же работают и другие точки, то это хорошо. Стоит отметить, что данная система входит в большой комплекс по обеспечению безопасности, который называется «Безопасный город». Это целый спектр мероприятий по управлению безопасностью и прогнозированию чрезвычайных ситуаций. В её состав входят система видеонаблюдения, система 112, сеть терминалов экстренного вызова, система экстренного оповещения, видеоаналитика, система фотофиксации, прогнозирования и моделирования чрезвычайных ситуаций, а также мониторинг контрольных датчиков. Внедрение этого комплекса позволит обеспечить безопасность населения Ненецкого округа по всем направлениям жизнедеятельности. Проведение новогодних и рождественских праздников обсудили на антитеррористической комиссии. Представители окружных силовых ведомств, профильного департамента, а также органов местного самоуправления отчитались о мерах по предотвращению угроз совершения террористических актов. По словам начальника отдела в Ненецком округе регионального управления ФСБ России по Архангельской области Александра Хатенова, угроз террористической и экстремистской направленности в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников не выявлено. В управлении МВД по Ненецкому округу создана рабочая группа по контролю за состоянием и возможными изменениями оперативной обстановки. Произведен расчет сил и средств, утвержден план мероприятий по охране правопорядка и обеспечению общественной безопасности, в том числе по оперативному сопровождению всех мероприятий с массовым пребыванием граждан. В регионе проводятся профилактические мероприятия, в том числе по проверке котельных, чердаков многоэтажных домов, систем оповещения, а также учреждений, где будут проводиться праздничные мероприятия. На заседании также обсудили антитеррористическую защищенность объектов топливно-энергетического комплекса. Руководители транспортных предприятий отчитались о принимаемых мерах по паспортизации объектов автомобильного транспорта. В Наринмаре прошло очередное заседание антинаркотической комиссии Ненецкого округа под председательством губернатора Игоря Кошина. Члены комиссии обсудили наркотическую ситуацию в округе, реабилитацию зависимых, а также проведение профилактических мероприятий. Отдельное внимание на заседание уделили в целом наркотической ситуации в Ненецком округе. По словам начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков окружного ОМВД Евгения Солоновича, в текущем году ситуация в округе остается стабильной. За прошедшие 11 месяцев зарегистрировано 50 преступлений за аналогичный период 2015 года – 48. Выявлены такие категории преступлений, как хранение, сбыт и склонение к употреблению наркотического средства. В настоящее время основными видами наркотических средств, поступающих в округ, являются синтетические наркотики, так называемые спайсы. Также были изъяты из незаконного оборота и иные наркотические средства – всего около 300 грамм. По данным окружного ОМВД, изменился портрет наркозависимых. В список таких лиц вошли женщины, а также несовершеннолетние. Игорь Кошин отметил, для принятия действенных профилактических мер необходим анализ образа жизни, окружения и досуга несовершеннолетних, причастных к совершению преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Кроме того, необходимо активизировать работу правоохранительных органов, направленную на раскрытие каналов поступления наркотических средств в регион. Особое внимание обратить на те населенные пункты, где есть зимник. Школа «Села Ома» представит Ниинский округ в Москве. Сельская школа участвует во Всероссийском конкурсе, где оценивают успешный опыт работы в образовательных организациях. Школа «Села Ома» представит Ниинский округ в финале Всероссийского конкурса «Успешная школа». В Москве в рамках очного тура определят пять победителей конкурса. Согласно жеребьевке, команда «Омской школы» выступит с презентацией в пятницу. В ноябре средняя школа «Села Ома» вошла в число 20 лауреатов конкурса по итогам заочного этапа. Конкурс направлен на выявление объективных критериев успешности российских школ, формирование эффективной модели и обеспечение трансляции лучших технологий организации образовательного процесса. О том, кто будет представлять команду «Сельской школы» в телефонном интервью нам рассказала социальный педагог школы «Села Ома» Светлана Михеева. «Этот конкурс объявлен был учительской газетой. В конце прошлого учебного года администрация нашей школы решили принять участие. Подготовили презентацию, подготовили тексты. Для представления все было отправлено. Руководителем является директор Болтовская Людмила Владимировна, зауч Вольхин Андежда Георгиевна и организатор неклассной работы Маркова Елена Петровна. И объявляться даже онлайн-голосование. Так что вы можете принять участие, призываем вас». Финал проходит на базе Московской гимназии имени Копцовых. Увидеть его можно и в прямой трансляции организовано и онлайн-голосование. Посетители сайта учительской газеты могут отдать свой голос за школу, которая, по их мнению, представит в финале наиболее убедительную презентацию успешного опыта работы в различных сферах деятельности образовательной организации. Адрес сайта – www.3wug.ru. Такова информационная картина этого дня. Мы следим за развитием событий. Увидеть новости можно и на нашем сайте по адресу www.3wtrk.sever.ru. Далее смотрите прогноз погоды.